так всем привет мы продолжаем с вами курсе условности light версия и мы начнем с вами сегодня новую тему наконец-то мы закончили сантпи полнота мы даже написали контрольную на ее тему закончили нельзя закончить сантпи полнотой но мы основную массу материала которым был запланирован пункты полноте мы с вами прошли сегодня мы с вами сейчас обсудим а как там с памятью да вот когда мы обсуждали будут на модной лекции какие есть ресурсы которые можно измерять то мы обсуждаем что есть время есть память и на самом деле там есть немножко разные аспекты вот если со временем есть несколько нюансов во первых разные модели вычисления могут приводить к разному времени то есть например то что можно быстро посчитать на машине тюринга точнее на обычном компьютере не всегда можно также быстро почитать на машине тюринга до полиномиальность сохраняется но точные параметры могут измениться также там со временем были еще другие некоторые аспекты ну например п и версус нп вопрос открытый тот самый а который сломан и копья до последние годы краеугольный такой камень через сложности а что кас с памятью вот как если мы ресурсом лимитированном объявим не время память что будет тут на самом деле все меняется причем достаточно сильно от мы видим сегодня из нашей лекции так тема сегодняшней нашей лекции емкостная сложность смысл названия емкостная сложность в том что ну вот это по англии называется спейска мы говорим о том о качестве ресурсов которые мы меряем память тренировать программа первых емкостной основной меньше зависит от модели вычислений если у нас есть не две какие-то модели вычлений обе примерно разумные то обычная емкостная сложность если речь идет каких-то очень маленьких емкостных сложностях то есть там логарифм или суб логарифм обычно она не очень зависит от модели вычлений даже с точки до умножения на константу они с точки до подстановки в полином почему вот предположим что у нас какую-то мы умеем задачу какую-то язык распознавать, какую-то задачу решать на емкостной основе FATN на машине тюринга. Что произойдет, если мы вместо машины тюринга будем использовать обычную программу? C++. Ну, берем, пишем, реализуем симулятор машины тюринга на C++. Что произойдет? Ну, вот как мы ее будем симулировать? Мы, наверное, заведем в памяти нашу ленту. Наверное, мы будем использовать тип вектор, да, для хранения ленты, чтобы он мог расширяться при необходимости. То есть, храним ленту. Что мы еще там храним? Состояние машины тюринга храним. Предположим, там какое-то еще положение головки. Тейп. Ну, вот мы это все храним. И, собственно, все. Никакой дополнительной памяти, кроме вот такой базовой, где, ну, POS, это порядка логарифма. От длины ленты. Состояние машины тюринга, это вообще константа. Ленту, ну, храним и храним его массиве, там, в векторе, да. И избыточное количество памяти, которое нам требуется для хранения вектора, оно небольшое, там. Тоже константы, там, логарифмы длины. Ну, и, в общем-то, после этого, когда мы симулируем шаги, мы пишем на эту ленту, нам, в общем-то, внутренней памяти, кроме еще кода нашей программы, и не нужно. Поэтому получается, что эта симуляция, она, да, как бы вычисление, обращение кем-то там, функциям перехода машины и так далее, это все может, в принципе, занимать время. Но с точки зрения памяти, избыточных расходов практически нет. Ну, вы скажете мне, что в эту сторону и там, и со временем все легко, как бы, наверняка, можно симулировать машину более-менее в реальном времени, и там не нужно никаких дополнительных извращений с этим связанным. Это верно. Но в обратную сторону тоже, тоже работает. Достаточно логично. Смотрите, вот пусть мы на машине Тьюринга симулируем обычный компьютер. Тогда что мы делаем? Ну, мы на какой-то ленте, там, храним, на нашей ленте машин Тьюринга, мы храним память нашего компьютера. И когда мы делаем какую-то операцию, то есть мы бегаем по этой памяти, извлекая, то мы действительно времени тратим много. Если в обычном компьютере мы аитое прям сразу прочитали, то здесь, чтобы прочитать аитое, нам надо бежать, бежать, бежать до этой итое ячейки. Но с точки зрения количества памяти, которая расходуется, ну, нам нужны еще какие-то немножко памяти для там счетчиков, каких-то регистров, текущего состояния, куда мы там бежим. Но с точки зрения вот именно хранения того, что мы, какие-то ключевые информации, по большому счету, ничего, кроме того, что и так используется в наших вычлениях, да, хранить не надо. Поэтому, если, как я уже говорил, со временной основностью, там, сложностные классы, связанные с временем, они обычно очень, конкретно временем, они обычно очень специфичны для моделей, то для сложности по памяти тут немножко все проще. Тем не менее, конечно же, очень точно оценивать, как бы, количество памяти, это все равно довольно сложно. Тем не менее, вот благодаря вот этому спецэффекту, который мы рассказали, можно оценивать память на достаточно низких уровнях. То есть, если сложность, допустим, за N, или тем более же за log N, но это мы только мысляем, скажем, что BIN поиск, тенденция за log N, да, но при этом, с точки зрения, теории именно сложности, такая низкая, затраты по памяти, их тяжело как-то анализировать, то с точки зрения, а емкостной становости, там можно анализировать и от единицы дополнительной памяти, и логарифм, и линейное количество, и так далее. Так, ну давайте перейдем к определениям. Значит, определение, T-space от F от N. Это множество языков. Таких, что для них существует, и как мы уже только что обсудили, не так важно, программа, либо машина Тьюринга, либо еще какое-то абстрактное вычислительное устройство, полное по Тьюрингу, у них существует программа P, которая распознает язык L, распознающий L, используя F от N дополнительную память. Давайте поговорим о довольно важном слове в этом контексте, слове дополнительный. Дело в том, что в отличие от времени, где обычно считается, что вот хотя бы мы должны прочитать, там есть какие-то специфические аспекты, когда мы ввод можем не хотеть читать, но опять же, что же самое, обычный поиск, или еще что-то, когда какие-то есть дополнительные условия на наш ввод, которые мы знаем, что соблюдаются, и благодаря этому мы можем целиком не читать. Но все-таки обычно считается, что памятью мы тратим хотя бы N, чтобы прочитать наш ввод. То в случае с памятью, тут уже совершенно ситуация иная. И вы, возможно, слышали там про алгоритмы на месте или безызбыточные какие-то структуры данных, которые используют очень мало дополнительной памяти. Вот здесь то же самое. Давайте считать, что у нас есть три, ну, в случае вашей инфьюринга ленты, в случае как бы раммоделей, каких-то три области памяти. Область памяти номер один — это ввод. Ввод характерен тем, что его можно читать, по нему можно бегать. Мы не будем ограничивать, что ввод обязательно последовательный. То есть можно бегать и туда, и сюда. Можно даже считать, что к нему есть случайный доступ. Опять же, когда мы говорим не о времени, а о памяти, то это несущественно. Но в него нельзя писать. Ввод, он только для чтения. Дальше есть вторая часть памяти — это рабочая память — work. Значит, вот рабочая память у нас должно быть у большой атафа-тен. В нее мы можем читать и писать. Разумеется, в любом порядке мы можем свободно иметь к ней свободный доступ к любой ячейке рабочей нашей памяти. И третья часть нашей памяти — это аутфуд. Значит, ну, в случае распознавания языков это не очень важно, потому что, когда мы распознаем какие-то языки, то там вывод на что-то да или нет. То есть, но если мы будем делать какие-то сведения, какие-то преобразования, то у нас выводом будет какая-то строка. И тогда вот тут уже становится существенным. Что вывод? Вывод — это как поточек. Вывод у нас только потоковый. То есть мы выводим последовательно. И вывод нельзя читать. То есть мы можем вывод только писать, причем только последовательно. Все, что уже выведено, уже останется выводе навсегда. Нельзя стереть то, что мы вывели. Нельзя изменить то, что мы вывели. Нельзя прочитать то, что мы вывели. Напечатал — все. Вот такая вот модель. В этой модели, если f от n хотя бы n, то все становится несколько проще. Потому что различать input и рабочую память не нужно. Если f от n есть больше равно n, то нет смысла различать input и work. Потому что, ну какая разница? Давайте считаем наш input, просто нашу рабочую память, и увеличим константу там из у большого на единицу. И не будем дальше париться. Будем работать с тем, что с input как хотим. А вот если f от n меньше n асимптотически, то тогда важно различать ввод и рабочую ленту. Аналогично дидиспейс нспейс от f от n это у нас множество языков, для которых существует недетерминированная программа p распознающая l на у большой от f от n дополнительной памяти. Значит, если в случае, как мы уже говорили, с временем, там взаимоотношения между детерминированными или недетерминированной программой, оно очень сложное, то оказывается, что в случае емкостной сложности тут все значительно укращается, и разница между детерминированной и недетерминированной программой немножко стирается. У этого есть логическое объяснение. Оно такое, смотрите. Когда мы работаем с временем, ну когда у нас время, то когда мы запускаем перебор какой-то, вот когда у нас недетерминированное вычисление, как просимулировать с помощью детерминированных? Надо запустить какой-то перебор. Когда мы этот перебор запускаем, то мы тратим время на каждую ветку. А вот в случае детерминированных, ой, в случае емкостной сложности, в случае, когда мы меряем память, а не время, то вот эти все ветки перебора, они на самом деле могут использовать одну и ту же память. И благодаря тому, что они используют одну и ту же память, мы можем память переиспользуя таким образом программу сделать из недетерминированной и детерминированной. И да, при этом, конечно, все равно произойдут потери, как мы сейчас увидим, но тем не менее, уже отнюдь не такие большие, как в случае с... в случае с... временем. Так, ну что, мы вводные какие-то моменты сделали. Давайте последний, вводный момент, собственно, введем условностные классы, емкостные, с которыми сейчас будем работать. И после этого, если есть какие-то вопросы, то я буду готов ответить. Так, ну давайте, как и в случае с временем, сделаем объединение. Значит, PS, или также более устаревшее название PSPACE, это объединение по всем P поленом. D SPACE от P. Аналогично NPSPACE, это объединение по всем P поленомам, NPSPACE. Значит, если вы откроете Википедию, интернет, погуглите в поисках класса NPSPACE, то вы его не найдете в интернете, и это неспроста. Все дело в том, что, как мы сейчас с вами докажем, после того, как вы задаете вопрос, если они у вас есть, отдельной сущности, как класс NPSPACE, такой и нет. Для емкостной сложности проблема не детерминирует, впрочем, детерминирует, пух, детерминизм versus недетерминизм, она решена, решена, причем положительная теорема, которую мы сейчас докажем, называется теорема Сцевича. OPSPACE равна OPSPACE. Так, что ж, пишите, пожалуйста, если все понятно плюс, если есть какие-то вопросы пока что, то пишите вопросы. ОК. Значит, все понятно. Тогда давайте, собственно говоря, перейдем к самому интересному, к доказательству теоремы Сцевича. Токазательство будет довольно простым, но при этом таким прикольным, скажем так. Значит, смотрите, давайте посмотрим на программу или, ну, давайте, давайте докажем для машин тюринга. Это чуть будет понятнее. Мы уже, нам уже не привыкать к машин тюрингу, если вы вспомните теорему Кука Левина, там мы тоже ее чуть с машин тюринга оформляли. Итак, давайте докажем для машин тюринга. Итак, пусть у нас язык A принадлежит П-спейс, тогда, очевидно, Л принадлежит Н-П-спейс, просто потому, что любая детерминированная программа это частный случай недетерминированная. Тут ничего особо мудрить не надо. В обратную же сторону давайте смотреть. Пусть язык Л принадлежит Н-П-спейс, значит, существует недетерминированная машина тюринга М и полином П такие, что М распознает или на памяти П от Н. Ну, давайте, понятно, не ограничимся, считать, что П от Н хотя бы Н, поскольку, если он меньше там Н, почему-то Н пополам, там, я не знаю, еще какой-то сублинейный, то прибавим Н к нему, и он снова останется полином. Так, давайте смотреть. Тогда мгновенное описание машины тюринга М Мгновенное описание М Оно что особо представляет? Ну, давайте вспомним. Вот у нас машина тюринга, вот у нее лента, записана строчка альфа, потом вот строчка бета, здесь дальше пробелы, головка указывает сюда. Мгновенное описание имеет вид альфа, машина находится в состоянии там ку, альфа, решетка ку, бета. Давайте посмотрим, какая длина этого угловенного описания. Ну, понятно, что машина, она, поскольку работает за полином памяти, то длина вот этого угловенного описания, она ПОТН плюс 1. Ну, давайте эту единицу включим в полином, чтобы нам плюс 1 все время не писать. Будем считать, что длина угловенного описания, ну, вот, будем считать, что тут ПОТН плюс минус 1, там, не важно, длина вот этого угловенного описания, она полином ПОТН. Так, окей, каждый символ этого огроменного описания Это либо символ ленточного алфавита Пи Либо вот эта головка в каком-то состоянии Ну давайте обозначим как Z Мощность Пи объединить с Q То есть Z это суммарное количество символов И состояние нашего машинчуринга Тогда всего количества различных мгновенных описаний Мощность множества конфигураций нашей машины тюринга Значит, мощность множества снапшотов Она не превышает чего? Не превышает Z в степени P от N То есть у нас максимум длина строкитой P от N Давайте дополним ее пробелами до P от N Будем считать, что всегда ровно P от N И тогда каждый символ Z Понятно, что там не все строчки являются корректными мгновенными описаниями Например, должно быть ровно одно состояние и так далее Но пренебрегая всем, получаем, что это количество мгновенных описаний Не больше, чем Z в степени P от N Ну или давайте преобразовываю это 2 в степени P от N логарифмом Z Окей Логарифм Z константа Поэтому в принципе ее можно включить прямо в этот поленом Получается 2 в степени какой-то поленом Вот столько у нас в грамме от описаний Так, ну что из этого следует? Давайте временно зафиксируем это как даже утверждение Оно самоценно И как Некоторые Факт просто теории сложности Пусть L распознается недетерминированной машиной Тюринга Распознается Недетерминированной или детерминированной За время P от N Тогда Так, почему за время? На памяти P от N На памяти P от N Тогда Время Тогда L Распознается за время 2 в степени О большое от P от N Значит Ну, О большое в показателе степени Оно взялось вот от этого логарифма Z Да, то есть мы не 2 в степени P от N У нас не 2 все-таки А 2 в степени O большое Поэтому до константы есть Так, почему это так? Ну, смотрите, давайте рассмотрим последовательность вычислений нашей машины Тюринга Как эта последовательность выглядит Ну, она началась с какой-то конфиграции Q0 Та перешла в какую-то конфиграцию Q1, Q2 и так далее Qt, которые допускающие, ну, допускающие, либо не допускающие Сделали Сколько это вычислений До момента T Теперь Тогда получается Если она Заметим, если эта машина детерминирована Тут очевидно Вообще все эти конфигурации Все эти снапшоты Они различны Потому что Если бы она Если вычисление зациклилось То понятно, что не может завершиться уже Если машина не детерминирована То вообще говоря Она могла еще раз прийти в ту же конфигурацию Сделать там другой недетерминированный выбор И в конце концов дойти до допуска Но это как бы Очень странно Такие последовательности вычислений рассматривать Которые повторяют мгновенное описание Потому что наша машина Могла бы вместо этого маразма Вместо того, чтобы повторить Какое-то мгновенное описание Просто прийти Сразу сделать правильный Недетерминированный выбор То есть если есть последовательность вычислений Которые допускают С повторением конфигурации Всегда есть последовательность вычислений Которые допускают без повторения Поэтому В любом случае Мы считаем Что конфигурации не повторяются Если конфигурации не повторяются И всего мы знаем 2 в степени Ну логариум Z на P от N То значит T не больше Чем 2 в степени P от N логариум Z 2 в степени У большой от P от N Что и требовалось доказать Вот этот класс языков Которые распознаются за время 2 в степени полином У него есть название Он называется EXP Мы на самом деле с ним с вами сталкивались В рамках Домашних заданий Значит EXP Это объединение По P полином D TIME В 2 в степени P от N Следствие тогда Из этого утверждения Что P SPACE Входит в X И N P SPACE Тоже входит в X Ну прекрасно Хорошо С этим все понятно Вернемся к вопросу Теоремы Сеевича Это было С одной стороны Некоторое лирическое отступление Мы как бы Зафиксировали то Что нам нужно было Для доказательства теоремы Но заодно Мы заметили сразу Интересный факт Что у нас Конфигурации Поскольку не повторяются И их столько То время значит работает И больше чем столько То есть мы оценили Сверху Время Зная Какая оценка Сверху на память Но Мы Дальше уже Поиспользуем Более важным образом Вот это сейчас Значит Итак Давайте Попробуем Значит Вот у нас есть Недетерминированная Эта машина Наша М Вот она Давайте Попробуем Эту недетерминированную Машину Детерминированно Проверить Допускает она Или нет Для этого Мы сделаем Следующее Значит На первом Функцию Мы назовем Рич Она берет Две конфигурации С и Т Типа Снэпшот Нашей машины Тюринга И число К Типа Инт И она Будет возвращать У нас Следующее Она будет Возвращать Верно ли Что наша Машина Тюринга Недетерминированно Вот это М Может перейти С Мгновенное Описание С В мгновенное Описание Т Совершив Не более чем 2 в степени К Шагов Так Давайте Вишем Комментарий Значит У нас Будет С Переходит Не более чем 2 в степени Комментарий Значит Давайте так Не более чем На самом деле Тут не очень Существенно Потому что Мы можем Как и в случае С Как и в случае С Теоремой Кука Считать Что если мы Пришли уже В допускающее Состояние Если машина Тюринга Оказалась Уже в допускающем Состоянии То дальше Она из него Уже Не выйдет То есть Она в нем Останется Навсегда Просто Никуда не двигается Лента не меняет И остается Тем самым Мы можем Продлевать Время работы Сколь угодно То есть Считать Что у нее Столько шагов Она идет Сколько нам надо Поэтому Давайте Для удобства Вот это 2 в степени К Напишем Не меньше Либо равно А ровно 2 в степени К Так нам Будет Чуть приятнее Работать Когда Предположим Что эта функция Рич У нас есть Как нам Проверить Что Х Принадлежит Л Мы берем Формируем Конфигурацию Стартовую Наши Конфигурация Терминальная Мы конечно Не знаем Мало ли Сколько там Этих терминальных Конфигураций Но давайте Переберем Значит Фор Т Имеет вид Альфа Решетка Ес Бет Значит Переберем Все возможные Ну это Перебор Всех Комбинаторных Объектов Как бы Всех Векторов Всех Векторов Длины Пет У которых Длина У которых Есть один Из символов Имеет вид Решетка Ес Это понятно Легко сделать Для этого Никакой дополнительной Памяти Кстати Сейчас Обращу Внимание Интересует Память В основном А не время Времени Нужно много Чтобы перебрать Эти конфигурации А памяти Особо много Не надо Храним И храним Вот эту Строку Так Что мы Смотрим Если Если Мы из этого С В это Т Можем дойти За сколько Шагов А тут У нас Как раз Написано За 2 В степени П От Н Лук З Соответственно Ифрич С Т 2 В степени Паттен Лук З То есть Х Это у нас Уже Основание Показатель Степени Поэтому Тут Мы передаем Только Паттен Лук З Если Все хорошо То мы Возвращаем Тру Если Этот цикл Завершился И мы Ни в одну Из этих Допускающих Конфигураций Дойти Не можем То мы Возвращаем False Значит Смотрите Я написал Детерминированную Программу Которая В предположении Что существует Недетерминированная Машина Тюринга М Разрешающая Л На памяти Паттен И что мы Напишем Функцию Рич Сейчас Какую-то Мы еще Не знаем Как мы Напишем Требуется Полиномиальная Память Как это Работает Она Проверяет Что Слово Режит В x Сколько Памяти Расходит Эта Программа Ну вот Давайте Считать Ее Память Во-первых Вот это S Надо Сохранить Это Паттен Памяти Во-вторых Вот это Т Надо Перебирать Это Еще Паттен Памяти Ну плюс Какие-то Мелкие Расходы На то Чтобы Там Бегать По этому Массиву Памяти И как Next Permutation Делать Следующий Комбинаторный Объект Ну это Понятно Что Умало От Длины Этого Массива Нужно Для Этого Так Дальше Функция Рич Сколько Это Расходует Рич От Памяти Да Давайте R Ну и Все Таким Образом Память Наш Этой Программы Она Равна Паттер Плюс Р Ну У Большое Итак Осталось Написать Функцию Рич И Посмотреть Сколько Памяти Будет Расходовать Функция Рич Так Ну смотрите Вот С Доходит До Т За 2 Степеней Х Давайте Распользуемся Мощным Инструментом Который Назовается Дворичный Поиск Что Такое За 2 Степени К Шагов С Переходит В Т Значит С Переходит В Т С Переходит В Какую-то Пробежуточную Конфигурацию Давайте Давайте Размем У За 2 Степени К Минус Один Шаг И Потом Еще Переходит В Т Т Т За 2 Степени К Минус Один Шаг У Это Нам Неизвестно Но Смотрите Если Мы Сейчас Это У Переберем И Потом Проверим Вот Эти Две Штуки Это Будет Два Рекурсивных Вызова И Мы Сделаем Ровно То Что Я К Этой Теореме Что Вот Когда Мы Будем Делать Рекурсивных Вызов Они Будут Не Параллельно А Последовательно Работать И Поэтому Они Могут Использовать Одну И ту Память За счет Этого Экономия У нас Получится Давайте Делать Перебираем Тут Надо Обрыв Рекурс Сделать Потом Пока Что Перебираем Фур У Равная Альфа Решет Ну Даже Не Альфа Просто Значит Все Возможные Конфигурации Перебираем В Снет И Смотрим Если Рич С У К Минус Один За 2 К Минус Первый Шагов Мы Переходим Из С У И Рич У Т К Минус Один За К Минус Один За 2 Степени К Минус Шагов Мы Доходим Еще Потом Из У В Т То Возвращаем Фур Значит Если Так Этот Цикл Фур Завершился Мы Ничего Не Нашли Возвращаем Фур Так Ну И Нужно Оборвать Рекурс Нужно Чтобы К Минус 1 Не Всегда Мы Можем Уменьшать К На Едницу К Не Отрицательно Если К Равно Ну То Все Что Если К Равно Ну Ну Это Значит Мы За 2 Ну Левой Шаг Вы Должны Перейти То За Один Шаг Ну У Нас Машина М Зафиксирована Какая-то Конкретная Мы Проверить Что Одно Мгновенное Описание Переходит За Один Шаг Другое В принципе Можем Достаточно Легко Return С Переходит Так Ну вот Все Значит Смотрите Эта функция Рич Она Проверяет Что С Переходит В Т За 2 Степени К Шагов Делает Она Это Рекурсивно Если К Равно Ну Лют Она Просто Проверяет Что За Один Шаг А Если К Больше А То Перебирает Давайте Разберемся Теперь Рич За Сколько Она Работает Значит Ну Точнее За Сколько Она Работает И Ладно Нам Пофигу Совершенно Нас Время Не Интересует Сегодняшней Лекции А вот Память Интересует Давайте Оценим Память Значит Вот Этот Цикл Фор Ну Ему Нужна Память На У Значит У Это Конфигурация Наша Она Имеет Размер Z На Пат Ну У Большой От Пат Так Вот Тут Два Рекурсивных Вызова Ну Мы Сейчас Посчитаем Сколько Памяти Они Расходуют Когда Учтем Вообще Рекурсию Все Больше Переменных Нет Вот Это S Переходит За Один Шаг В Т Но Тут Какие Нужно Пробежаться Переменными Фориком По Этим Циклам Посмотреть Что Там Где Там Головка Как Она Переместилась За Один Шаг Но Это В Принципе Все Требует У Малая Памяти И Еще У Один Как Кадр Стэка Стэк Фрейм Наш Функции Рич Он Занимает У Большой От П А Значит Р Суммарно Сколько Тратит Наша Функция Рич Это Глубина Рекурсии Но Каждый Раз Смотрите Это Число Уменьшается На Единицу При Рекурсионном Вызове Глубина Рекурсии Порядка Большой От П И На Каждой Глубина Рекурсии Давайте Так И Напишем Глубина Рекурсии Умножить На Размер Стэка Ну И Глубина Рекурсии И Размер Стэка Это П Поэтому Получаем У Большой От П В Квадрате Ну А Так Ну П Это Задоминирован Эти Р То Здесь Мы Получаем У Большой От П От Н В Квадрате И Того Количество Памяти Которые Расходует Наша Функция И Ней Суммарная Оно Равно Порядка П От Квадрате Таким Образом Мы С вами Взяв Недетерминированную Исходную Машину Тюбинга Н Сделали Детерминированную Программу Которая Расходует П От В Квадрате Памяти И Распознает Тот же Но Квадрат Полиномы Это Полином Поэтому РМСУ Еще Доказано Писпейс Равно Н Писпейс Так Вопросы Вопросы Так Здесь нет Вопросов Знак Тогда Что нет Вопросов Какой Ни Так Все Нет Уже Ни Вопросов Ни Знак Все Умерли Хорошо Ну смотрите Значит Давайте Посмотрим На самом Деле Мы С вами Доказали Даже Неск Более Тонкую Вещь Если В Толстой Ну как бы В теореме Самой Мы говорим Что просто Писпейс Равно Н Писпейс То в Реальности Наши Доказали Чуть Больше Мы Доказали Что Непросто Если Мы Возьмем Программу Которая Разрешается За поленом То Мы Сделаем Детерминированное Которая Разрешается Тоже За какую То А мы Даже Указали За какой Не Заточнее А на Каком Поленоме На Поленоме Патент В квадрате Давайте Это Такая версия Иногда Ее называют Терема Сэвич Или Усиленная Терема Сэвич Давайте Зафиксируем Терема Сэвич Эдванс Версия Говорит Нам Следую Что Диспейс Так Что Н Спейс Так Пусть Ф от Н Какая Нибудь Функция Я сейчас На нее Условия Напишу Тогда Н Спейс Есть Входит У нас Входит В Диспейс От Ф от Н Квадрате То есть Вот То Что П от Н Поленом Смотрите Мы здесь Вообще Горя Нигде Не Использовали Мы его Использовали Для заключительного Нашего Вывода Что Писпейс Квадрат Поленом Поленом Поэтому Мы доказали Что Л Входит В Писпейс Но Для Промежуточных Всех Наших Разговоров Мы нигде Полиномиальность Именно П Не Использовали Поэтому В принципе Тут В качестве П Можно Подставить Что Угодно Однако На самом Деле Привнимательное Ну То есть Любовь Ф Однако Привнимательное Рассмотрение Тут Есть Один Нюанс Который Заключается В следующем Смотрите Если Ф Слишком Маленькое То У нас Происходит Табло Как мы Оценивали Вот у нас Мы взяли Как мы Получили Эту оценку На Количество Мгновенных Описаний Мы сказали Что вот Запишем Так Мгновенное Описание И Тогда Подставив Тут Все параметры Z Равны Вот этому П От Это Длина Его Получаем Вот Количество Описаний Больше Чем Дом Степени У Большой От П Но Если У нас Ф От Меньше Чем Н То Нельзя Так Сделать Потому Что У Нас Тогда Есть Отдельная Часть Вид Он И Отдельная Рабочая Лента Размера F Еще Есть Позиция На Ленте Для Вода Тогда Наше Описание Машины Тюринга Мгновенное Для Вот Такого Случа Когда У нас Есть Отдельный Ввод На Ленте Только Для Чтения И Отдельная Рабочая Память Конфигурация Машин Тюринга В этом Случае Она Устроена Так Это Ну Вот Как бы Теперь Это Пара Вот Из Альфа Решетка Ку Бета Так же Как и Раньше Это Рабочая Лента И Еще Это Позиция Поз На Входной Ленте Потому Что Мы Не Можем Позицию Закодировать Тоже Вот Здесь Потому Что Это Только Для Чтения Тут Меняться Данные Не будут Но Позиция Есть Позиция Это Аналогично Что Уходить Завод Нет Смысла Позиция Внимает Порядка Логен Итого Мы Получили Что Мощность Количества Наших Снапшотов Мощность Снэп Не больше Чем З Степени Ф Это То же Самое Но Еще Плюс Количество Позиции Ну Не плюс Он Множить На Н Наш На Количество Позиции Тогда Подставляя Во все Наши Предыдущие Формулы Преобразуя Это К степени Двойки Мы Получаем Что Это Равно 2 В степени F От Н На Лог З Плюс Лог Н Зайд У меня Уже Тут Так З От Н На Н Равно 2 В степени F От Н Лог З Плюс Лог Н Видно Что-то Что-то Видно Подставляя Это сюда Мы получаем Следующее Что если F Н Больше Или Равно Лог Н То Все у нас Остается В силе Вот Вот Здесь F Н Лог З Плюс Лог Н Пожирает Лог Н И Все Хорошо А если F Н Меньше Чем Лог Н То Тогда Н Спейс От F Н Входит В Спейс Вот Получается Что нам Нужно Вот Столько Памяти На конфигурацию И поэтому Нам Нужно F Н Плюс Лог Н В квадрате Ну то есть Просто Лог Н В квадрате Ф Н Уже Несущество Ну то есть Уже Не такая Интересная Вещь То есть Для Ф Н Меньше Чем Лог Уже Усилить С помощью Этой Техники Оценку Нельзя Хотя Давайте Такое Замечание В скобках Скажем У У меня Сейчас Будет вопрос На который Попрошу Вас Ответить Я Сделаю Паузу Но поскольку Задержка Немножко Идет Трансляция То я Продолжу Рассказать Не дожидаясь Вашего Ответа Если Он не Поступит Я Расстроюсь Так Давайте Рассмотрим Так Солнечный Класс Диспейс От Единицы Что Вы Можете Скать Про Этот Солнечный Класс Узнаете Либо Его Что Это За Солнечный Класс Продолжение следует Так Ну что 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 Это Солнечный Класс Это На самом деле Солнечный Класс Это Регулярные Языки Что Так Что Значит Что От Единицы Памяти Это Значит Что Мы Ничего Не Можем Собственно Сохранить Кроме Конечного 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 Информации Конечного Информации Как раз Состояние Конечного Автомата И Поэтому Это Просто Регулярные Языки Но Мы Знаем Что Регулярные Языки Для Недетерминированных Автоматов Они Совпадают Для Детерминированных И Недетерминированных Автоматов Совпадают То есть На самом деле Терема Вот это Усилие На все Вещи Для f От n Равного Единицы Например тоже верно, единица в квадрате как раз единица, поэтому просто то, что вот это утверждение, оно не верно для f-мал меньше, чем логен, это вообще говоря не очевидно, оно может быть и верно, например, для единицы верно, но просто вот эта техника, которой мы пользуемся, она уже не может так глубоко побить. Так, хорошо, давайте тогда смотреть, где находится вот этот класс полимеральной памяти, относительно тех классов, которые мы уже изучили с вами раньше. Значит, ну какие-то про него, какую-то информацию про него мы с вами знаем. Мы знаем, например, что, во-первых, очевидно, что времени нельзя израсходить больше, чем памяти, поэтому вот если есть класс P, вот есть класс P-Space, дальше вот у нас до сих пор написано утверждение, которое мы обсудили, что P-Space входит в X. Давайте найдем на этой картинке место для NP. Как NP связан с классом P-Space? Ну, ответ на самом деле довольно простой. NP входит в P-Space. Почему NP входит в P-Space? Ну, действительно, давайте рассмотрим... Давайте рассмотрим... Ну, тут есть два способа это доказать. Значит, простой и сложный. Давайте начнем... Давайте их оба рассмотрим, что они совершенно разные. Значит, простой способ. NP, очевидно, входит в NP-Space. Потому что NP-Space это недетерминированная полиноменальная память, а израсходовать больше памяти, чем времени, нельзя, да? Значит, потеряемость Savage и NP-Space равен P-Space, и поэтому таким образом NP входит в P-Space. Это простой способ доказательства, но он простой с точки зрения записи, да? Но с точки зрения логики он сложный, потому что он включает в себя терему Savage. Как можно более элементарными методами, не отсылая, не делая отсылки в тереме Savage, это утверждение доказать? Ну, давай так рассмотрим. Значит, что такое L принадлежит NP? L принадлежит NP, это значит, существует проверяющая программа, что X принадлежит L тогда и только тогда, когда существует Y полиномиальной длины, такой, что V от XY. Ну, прекрасно, давайте. Теперь уберем недетерминизм, отсюда проверим, существует этот Y или нет. Очень просто. Значит, просто переберем Y. И проверим, что V от XY на каждом Y, допустим, эту программу V. V работает за полином, поэтому расход не более полинома памяти. Y имеет в определении NP полиномиальную длину сертификата, полиномиальной длины у нас. Поэтому в результате перебора Y вот это все будет работать на полиномиальной памяти. Ну, и таким образом мы получаем вот такую картинку. NP, BSpace и EXP. Давайте теперь поговорим о том, собственно говоря, вот насколько эта картинка именно такая. Может быть, P и PSpace совпадают или NP и PSpace совпадают. Значит, тут ответ такой. Неизвестный в настоящий момент. Вот про все эти четыре класса известно только, что P и EXP не могут совпадать. Это можно диагональным методом показать. Если кому-то интересно, как это сделать, вы можете открыть лекцию фулл курса про диагональный метод и посмотреть там доказательства теоремы об иерархии. Так вот, поэтому внешние два класса и внутренний P и EXP точно различаются. А вот NP, PSpace и вот четыре вот этих включения, три точнее включения, P входит в NP, входит в PSpace, входит в EXP, есть гипотеза, что все эти четыре включения строгие, но достоверно известно только такое неинтуиционистское утверждение, что одно из них строгое, какое, неизвестно. Скорее всего, все на самом деле читают. Ну, как обычно, чтобы разделять сложностные классы, используют концепцию, конструкцию полных задач. Давайте это тоже сделаем. Даю вам время написать в чат, что есть какие-то вопросы, или дать знак, что вы все еще с нами, но вопросов нет. Или мы перейдем к тому, что обсудить полные задачи для класса PSpace. Вопросов нет. Так, смотрите, значит, по аналогии с NP полными задачами, давайте определим PSpace трудный, PSpace полные задачи. Язык A называется PSpace трудным, PSpace hard. Если для любого языка есть PSpace B, B сводится по карту к A. Обратите внимание, это самое обычное сведение за полиномиальное время. Никаких нет дополнительных нюансов. То есть мы могли бы начать рассматривать какие-то сведения за полиномиальной памяти или что-нибудь такое. Нет, мы этого делать не будем. Тут все правильно. Теперь, если язык A называется PSpace трудным, PSpace complete, если A принадлежит одновременно PSpace и является PSpace трудным. Итак, значит, это у нас определение PSpace полных и PSpace трудных языков. Так, если в случае с NP, смотрите, давай, в случае с NP трудным и NP полным в основном оказывались задачи поиска трудных гаджетов, то есть гамильтоновых циклов, удовлетворяющих назначений и так далее. То есть там, где проверить ответ легко, а найти его непонятно как. То вот в случае с PSpace оказывается, что полными задачами оказываются задачи поиска выигрышной стратегии в некоторых играх, в комбинаторных играх для двух игроков. То есть вот комбинаторные игры для двух игроков – это такая вот зона, где в основном сосредоточены PSpace полные задачи. Давайте посмотрим, что такое обобщенная такая комбинаторная игра для двух игроков. Давайте смотреть. Пусть у нас есть два игрока. Что такое комбинаторная игра? Это в противовес экономической игре ситуация, когда игроки делают ходы по очереди. И они обычно… это игры с полной информацией. То есть игроки делают ход туда, назад, на финал. Значит, что такое выигрышная стратегия в комбинаторной игре? Это значит, вот первый игрок имеет выигрышную стратегию. Что это значит? Вот они делают ходы. Ход 1, ход 2, значит, ход 1-й 1, ход 1-й 2-го. Ход 2-й 1, ход 2-й 2-го. Ход 3-й 1, ход 3-й 2-го и так далее. Что значит, что у нас выигрышная стратегия для первого игрока? Это означает, что существует такой ход М1 первого игрока. Что какой бы ни сделал ход второй игрок в ответ на это. Существует такой ход первого игрока, второй. Что какой бы ни сделал второй игрок, ход 2-й. Существует такой третий ход первого игрока и так далее. Что в конце? Первый игрок выиграл. Смотрите, определение выигрышной стратегии, оно получается вот таким. Я не сформулировал, какая именно у меня игра, а написал здесь просто выиграл первого игрока. И в этом смысле у меня выигрышная стратегия, она определенная более абстрактно. Выигрышная стратегия записывается в виде такой булевой формулы с квантерами. И если это булевая формула, ну не булевая, просто такого утверждения с квантерами. И если вот это утверждение истинно, если действительно существует такой М1, что для любого М2, существует М2,1, что для любого М2,2, существует и так далее. То первый игрок действительно выигрывает. Если же это утверждение ложное, то первый игрок проигрывает. Таким образом возникает естественная мысль, что чтобы обобщить эти игры, нам нужно осматривать вот такие вот формулы с квантерами, такие утверждения с квантерами. Передаем привет математической логике Игорь Григорьевичу Штукинбергу. А также передаем привет сами себе курсу дискретной математики и всяким леммам о разрастании. И привет этот заключаться у нас будет в том, что мы определим сейчас язык булевых формул с квантерами. И именно этот язык, он и будет piece-based полным. Язык, который вот обобщает некоторых смыслей понятие выигрышности в комбинаторной игре. Итак, ведем понятие булевых формул с квантерами. Ну, давайте, хотя это, наверное, было на математике, я, тем не менее, чисто формально вам расскажу, напомню. Итак, пусть у нас есть переменные, и у нас есть булевые формулы с квантерами. У каждой булевых формулы с квантерами будет множество свободных переменных, 3, 4, 3. Тогда просто переменная, это булевая формула с квантерами, и ее множество свободных переменных, это она сама. Если у нас фи и пси, это булевая формула с квантерами, то фи и пси, а также фи или пси, а также не фи, это также булевая формула с квантерами. Здесь у нас множество свободных переменных, это фи от пси объединить с фи от фи, а здесь это множество просто фи от фи. То есть, если переменная свободна в одной из этих формул, то она свободна в объединении этих формул, и аналогично здесь. Ну и, наконец, если у нас есть формула фи, и х принадлежит фри от фи, то существует хфи, и для любого хфи, это булевая формула с квантерами, и в обоих случаях у нас множество свободных переменных потеряло вот эту переменную х, она теперь не свободна. Ну давайте приведем пример. В булевую формула с квантерами существует х, что для любого у, х или у. Вот вам пример булевую формула с квантерами. Как она была построена? Давайте посмотрим рекурсивный наш процесс. Х это булевая формула с квантерами, свободная переменная х. У это булевая формула с квантерами, свободная переменная у. Х или у, применяем вот это правило. Теперь тут две свободных переменных, х и у. Для любого у, х или у, применяем вот это правило. У свободная переменная, поэтому ее можно связать квантером. теперь у этой формулы свободного переменного только Х существует Х вот это это тоже мы применяем вот это правило х было свободного перемена его связать квантарем теперь это свободных переменных нет множество свободных переменных этой формулы пусто Булевая формула с квантером, которая не в свободных переменах, называется утверждение statement. Утверждение может быть истинно или ложно. Как вычислить истинность или ложность утверждения? Это делается следующим образом. Формально у каждой булевой формулы с квантером есть значение при фиксированном наборе значений свободных перемен. Тогда если это просто... Ну и оно определяется рекурсивно. Если это х, то это просто значения, назначенные сверху х. Это называется evaluation, я не знаю, как это по-русски. Назначение, да? Значит, фи и хси. Это надо взять значение фи на этом назначении, значение хси на этом назначении и сделать их в конъюнкцию. Здесь дизъюнкция, здесь отрицание. Существует хфи. Нужно сделать назначение для х0 и назначение для х1. Если хотя бы на одном из этих назначений фи дает единицу, то вот существует хфи, имеет значение единица. И здесь аналогично, но для обоих. То есть тут фи х равна единице или фи х равное нулю. А для любого фи х равна единице и фи с х равным нулю. Так, соответственно, т кубе, язык истинных булевых формул с квантерами, это множество формулы фи, таких, что фи это булевая формула с квантерами, фи от фи пусто и значение фи равно единице. Значит, назначения никаких для вычтения значения фи не требуется, потому что у фи нет свободных переменок. Ну, утверждение, да, оно может быть истинно или ложно. Вот множество истинных утверждений в формате булевых формул с квантерами образует язык токубе. Ну, давайте обсудим. Вот это утверждение истинно или ложно. Для существует х, что для любого у, х или у. Это утверждение истины, потому что если х взять единица, то действительно для любого у будет х или у. Поэтому эта формула, она-то лежит в кубе. А, например, утверждение существует х для любого у, х и у, это утверждение ложно, потому что какой бы мы х ни взяли, если мы возьмем 0, то вот эта внутренность будет вычисляться в 0. Таким образом, вот эта формула, она не принадлежит языку токубе. Ну, и последняя на сегодняшнюю лекцию, значит, у нас будет сейчас теорема. Теорема — это сложная, но мы уже очень мощный инструментарий развили. У нас куча есть приемов, которые позволяют нам решать задачи и доказывать теорему. И поэтому, хотя теорема сложная, доказательство для нас будет уже, у нас уровень достаточно высокий. Итак, теорема TQBF является P-Space полной задачей. Итак, прежде чем мы перейдем к доказательству этой теоремы, давайте, пожалуйста, перекрычка в чате. Вопросы, либо плюс. И главное, понятно ли вам, вот я ожидал ответа в чате, но вы, к сожалению, не получили, что вот это истинная пулевая формула с квантерами, а это ложная пулевая формула с квантерами. Так, новые зрители у нас, которые пишут плюс, хотя поясню середина. Ладно, так, поехали, доказываем P-Space полнотов нашей задачи. Ну, первая часть простая, TQBF принадлежит P-Space. Пусть у нас есть булевая формула с квантерами, давайте просто ее вычислим в значение, просто в лоб по определению рекурсивной функции. Если распарсим ее в дерево разбора, если у нас квантер существует, сделаем два рекурсивных вызова на фи с единицей с нулем, если квантер для любого, сделаем тоже два рекурсивных вызова для фи с единицей с нулем и возьмем из них дизъюнкцию, либо конъюнкцию, соответственно. Если же у нас какая-то операция, то просто пойдем в левое и вправое по дереву, ну, либо в них и возвращаемое значение, с ним сделаем то, что мы должны с ним сделать по нашим формулам. Глубина рекурсии будет не больше длины формулы, поэтому у нас будет полиномиальная память расходоваться. Обратите внимание, что время будет, конечно, экспоненциальное, если мы возьмем там n квантеров, то придется перебрать сейчас два в n-то значения переменных. Конечно, иногда можно немножко сэкономить, вот если, например, или и уже вычислить единицу, можно не вызывать до нуля, а если и, и уже вычислить 0, можно не вызывать до единицы. Но в общем случае понятно, что можно подогнать такую формулу, что только в самой последней ветке каждый раз будет содержательное значение. Так, а вот теперь будем доказывать, что TQBF является PSPACE. Так что это легко. Будем доказывать теперь, что TQBF является PSPACE трудной. Для этого возьмем язык А, принадлежащий PSPACE. И, значит, существует детерминированная машина фьюринга M, распознающая A, значит наш язык, на памяти P от N, некоторый поленом P. Опять мы обратимся к машинам тьюринга. Тут никак по-другому не сделать. Когда мы переходим от задач вычислимости к комбинаторным задачам, все время наш промежуточный инструмент уже не первый год, это машины тьюринга. Тут ничего с ними не сделать. Так, ну давайте смотреть. Давайте попробуем вот эту функцию типа нашу речь написать с помощью булевой формулы с квантерами. Значит, нам понадобится вспомогательный инструмент, похожий на тот, который мы используем в теореме Кука. Давайте временно сделаем небольшой экскурс в теореме Кука. Вспомним, что там было. Как у нас формулировалась теорема Кука? Что SAT является P полной. Мы взяли там машину тьюринга M, записали ее табло вычислений, T на T, где T было, PN на T. И мы дальше написали формулу FI следующего вида. S правильный старт, что у нас в первой строке все хорошо. Что значит I, так, нет, мы это писали более интересную формулу, но записали C, коррект, что у нас, мы завели для каждой ячейки нашей таблицы переменную X, И, T, Ж, T, C, верно лишь, что в этой ячейке, в этой строке в житом столбе C находится символ C. Вот если это так, то это равнялось единице, если нет, то 0. C говорила, что в каждой ячейке написано какой-то конкретный символ, и S говорила, что первая строка корректная, и T говорила, что в последней строке есть допускающие состояние, и N говорила нам, что для каждых двух соседних строк у нас I плюс первая строка получается из I, T, и за один переход. Это у нас формула Φ. Была, и она удовлетворима была, тогда и только тогда, когда машина M допускала словик. Теперь у нас все то же самое, только если мы попробуем записать табло вычислений, у него ширина-то будет такой же, T, P, T, а высота, как мы уже помним из теорема Севича, она будет 2 в степени Q от P, и мы не сможем такую большую записать формулу про все наши строки, потому что у нас просто переменная, даже будет экспоненциальное количество, порядка 2. Чтобы с этим побороться, мы такой немножко мета-язык ведем. Давайте рассмотрим строку нашего табло вычислений, пока мы его целиком закатировать не можем, вот рассмотрим строку, назовем ее A. Тогда вот если у нас есть строка табло вычислений, конфигурация нашего машин тюринга, снапшот, наверное, описание нашего машин тюринга, то мы запишем для нее переменная x, A, T, и T, C, давайте J, T, x, A, T, J, T, C, которая будет означать, что в конфигурации A у нас житая позиция равна C, тогда, соответственно, вот в нашей формуле, мы сейчас будем писать формулу какую-то с квантерами, у нас там будут встречаться конфигурации, мы будем использовать следующие два обозначения, первое обозначение, мы будем просто писать конфигурацию A, это будет обозначать следующую формулу, это будет обозначать, что у нас x, A, T, J, T, C, T, для всех G, существует ровно одна единица, ровно одно значение труб, как мы этого добьемся? это, ну, мы напишем, что x, A, T, J, T, C первое, и не A, T, J, T, C второе, и так далее, или, то есть мы как бы будем, когда мы встречаем конфигурацию A, сразу же писать фрагмент формулы, про то, что они все различны, я не буду это писать отдельно на доске, но не все различны, что они все ровно одно значение труб для каждого G, для какого-то C, это вот то, что раньше, в случае с Теремой Кукой, этим занималась часть формулы C, я буду писать дальше такие, как бы, существует A, или для любого A, это будет означать, что все вот эти переменные x, A, T, J, T, C, они связаны вот этими вот квантерами, существует x, A, T, нулевое, C первое, существует x, A, T, нулевое, C второе, и так далее, или, соответственно, для любого x, A, нулевого, C первого, для любого x, A, нулевого, C второго, и так далее, и дальше, сразу же после этих квантеров, вы даете вот это вот утверждение, про то, что они все удовлетворяют, ну, описывают корректно конфигурацию, то есть, что для всех g ровно одно значение x, A, T, C, T, T, и еще, ну, и последнее обозначение, которое мы будем использовать, это, не последнее, еще два окна сходят, A равно B, ну, это понятно, A равно B, когда мы пишем для двух конфигураций, то это означает, что мы просто про все переменные соответствующие пишем, что они равны, то есть для всех g и c, всех g и c, x, A, T, G, T, C, это равно x, B, T, G, T, C, то есть эти две конфигурации наши машины тюнинга, они совпадают, и последнее обозначение, которое мы будем использовать, это A переходит за один шаг в B, вот это некоторый аналог будет формулу N, которая была у нас в теореме Кухаревина, но, так вот это вот будет, это некоторый аналог этой части, значит, но, не для ИТа и И плюс первой стройки, как было в теореме Кухаревина, а для конфигурации A и B, то есть мы будем говорить, что вот если A и B расположить одну пункт, другой, то тут есть символы, там поблизости нет головки, то символы равны, а если поблизости есть головка, то произошел переход за один шаг. Это даже чуть проще в этой теореме, чем в теореме Кухаревина, потому что там была недетерминированная машина, и нужно было отслеживать разные, чтобы там случайно разные ветки недетерминизма не пошли в разных ячейках, аккуратно надо писать, а здесь детерминированная машина, поэтому просто верхние три вот эти ячейки, четыре, они однозначно задают нашу текущую, тут все даже проще. Вот такие обозначения мы будем использовать. Отлично, теперь пишем формулу, формулу, которая истина тогда и только тогда, когда M допускает X. Ну давайте смотреть. Значит, существует S, S это у нас будет стартовая конфигурация. Значит, вот именно для S, к S будет прилагаться еще условие, которое аналогично условию S для, опять же, в теореме Куха. То есть у нас было условие S здесь, вот наша S такая же. Значит, вот к этой S мы напишем, что S стартовая. Ну, я напишу здесь формулу, фрагмент булевой формулы, которая говорит, что S стартовая, то есть, что в ее описании переменов у нас в начале идет решетка S, потом идет слово X, и потом пробелы. Дальше существует T, T допускающая. Тут аналогично. Вот T, это будет у нас допускающая конфигурация. Это будет аналог некоторые формулы вот этой вот T для теоремы Куха. То есть, что там один из символов этой конфигурации, это головка в допускающем состоянии. Итак, существует S, существует T. Что? И вот дальше теперь интересно, что S переходит в T не более, чем за 2 в степени P от N логарифмов Z шагов. Ну, прекрасно, конечно. Это вот как понимать, да? Мы за один шаг умеем писать. Вот это мы обсудили, так же, как в теореме Кука. За один шаг переходит. Мы можем написать формулу. С ней все понятно. Но как написать, что переходит за 2 в степени? Давайте вот это 2 в степени P от N лог Z. P от N лог Z обозначим K. Введем такое обозначение. K равно P от N лог Z. Тогда вот здесь будет за 2 в степени К шагов. Как это написать? Ну, вот давайте попробуем считать, что это макрос. И мы сейчас эту формулу расписываем с вами через макрос. Итак, попытка номер 1. Я напишу ее красным цветом, чтобы подчеркнуть, что неправильно. Я не думаю, что кто-то пишет конспект при наличии видео лекции. Но, как я классически говорю в этом месте на лекции, не пишите пока, если вы пишете конспект. Значит, попробуем. Что такое S переходит в T за 2 в степени K шагов? Это равносильно тому, что существует... Ну, как в речь. Как в речь. Существует промежуточная конфигурация U такая, что S переходит за 2 в степени K минус 1 шагов в U и U переходит за 2 в степени K минус 1 шагов в T. Это выглядит неплохо. Это выглядит неплохо. Но у этого есть проблема. Смотрите, здесь есть 2 рекурсивных вызова, как в случае речь. Если в случае речь это нас не пугало, но 2 и 2, крайне, сколько рекурсивных вызовов, мы память переспользуем ту же. То здесь, когда мы записываем нашу формулу, если мы теперь каждый из этих раскроем по тому же алгоритму, то что мы получим? Вот это превратится. Существует В, что S переходит за 2 в степени K минус 2 шагов в U. А вот это превратится в такую же формулу. Существует там дубль В, что U переходит за 2 в степени K минус 2 шагов в W, и W переходит за 2 в степени K минус 2 шагов в T. Так, продолжая раскрывать, мы в итоге получим формулу, в которой каждая промежуточная конфигурация, она выбрана в качестве, связанной какой-то переменной. И получится длина этой формулы, но вот длина всех этих конфигураций на P от N, и связанные с ним формулы, они полиномиальные. А вот длина всей формулы получится P от N, ну, в какой-то степени, там, в C, умножить на 2 в степени O большое от P от N, потому что будут связаны... все перемены, все промежуточные конфигурации будут в явном виде упомянуты в этой формуле. И формула получится экспоненциальной длины. Тогда вот это построение по X вот этой формулы, это не будет полиномиальный процесс, потому что у нас формула экспоненциальной длины. И сведение по карту не сработало. Так что вот так делать не надо. Как же надо? А надо воспользоваться важным свойством. Надо воспользоваться тем, что у нас есть квантер для любого. Смотрите, если вы посмотрите на эту формулу, которую мы написали, то вы увидите, что мы вообще не воспользовались пока квантером для любого. То есть у нас только существует, 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 существует. Конечно, на квантерах существует, далеко не въедешь. А вот квантер для любого, он нам очень поможет. Значит, как же он нам поможет? Смотрите, очень. Он нам поможет позитивно. Итак, давайте напишем следующий макро. Значит, S переходит на 2 в степени КТ в Т. Это равносильно следующему. Существует такое У. Мы хотим, на самом деле, вот эту промежуточную корпорацию. Вот смотрите, вот эти две формулы рекурсивные, они одинаковые. И точно так же, как мы в РИЧ переиспользовали память в этих двух рекурсивных вызовах, давайте точно так же сейчас в нашей формуле переиспользуем вот этот макрос. Соответственно, существует У, такое, что для любых А и В. Если неверно, что А переходит за 2 в степени К минус 1 шаг В, то, вот смотрите, вот если, вот эта формула должна выполняться для S и У, а также для У и Т. Значит, если она не выполнена, то либо S не равно У, ой, не равно А, или S, или У не равно Б. Потому что если S равно А, а У равно Б, то должна выполниться. и У не равно А, или Т не равно Б. Так, скобка закрылась. Смотрите, что я здесь написал? Вот в этом, собственно, в этой формуле главная суть доказательства нашей теоремы. Если мы хотим написать, S переходит в Т за 2 в степени К шагов. Как мы это делаем? Мы говорим, что S переходит в У за 2 в степени К минус 1 шаг, и У переходит в Т за 2 в степени К минус 1 шаг. Как это можно по-другому написать? Это что, если одна конфигурация не переходит в другую за 2 в степени К минус 0 шагов, то неверно, что это S и У, а также неверно, что это У и Т. Вот мы именно ровно это и написали. Если неверно, что А переходит за 2 в степени К минус 1 шаг в Б, то либо S не равно А, либо У не равно Б, а также либо У не равно А, либо Т не равно Б. Но не равно это не от равно, а следствие, это импликация, она записывается через или и не, что это это или не это. Не это. Так, из А следует Б, это не А или Б, то есть или переходит, или невыполненная. Ну вот, хорошо, теперь что мы делаем дальше? Мы дальше раскрываем рекурсивно, тем же способом, такую же формулу, и вот это. Получаем 2 в степени К минус 2, 2 в степени К минус 3 и так далее. На глубине P от N лок Z мы получим переход за 0, за 2 в степени 0 шагов, а переходит за 2 в степени 0 шагов. Такая формула у нас уже есть. Она у нас из теоремы Кука есть. Эта вот формула переходит просто за 1 шаг. 2 в степени 0 это 1. Ну и все. Тем самым мы получили формулу. Давайте посмотрим, какая у нее будет длина. Длина у нее будет порядка полинова нашего P от N. Для того, то, чтобы записать вот про это утверждение, это будет P от N в какой-то константной степени. Вот там вот этот рассказ про эти формулы, он имеет полиномиальную длину относительно количества переменных. Количество переменных оно P от N для каждой такой переменной штуки. Ну и там вот какой-то полином от этого полинома. Дальше вот у нас вот 1, 2, 3 формулы. 3 штуки для каждого уровня. А уровень будет K, то есть P от N лок Z. Соответственно, вот эта часть, она имеет константную длину. Соответственно, умножить на K, то есть на P от N на лок Z. То есть полином. Вот он. Ну а раз длина этой формулы клином от N выписать ее, в общем-то, никакой проблемы нет. Кстати, вопрос на засыпку, где уже у меня используется вот этот X, да, у нас сведение по карпу, оно должно принять X и выдать формулу. Машина M, она мне прошита, а вот этот X, вот этот X, она принимает и этот X задействует на самом деле вот здесь, потому что S старт. все остальное это зависит только от длины X от вот этого числа N. Так, ну все, тем самым мы с вами свели любую, любую язык A из P space к языку T куб F. Эта формула, она истина, понятна тогда и только тогда, когда машина M допускает X, то есть когда X принадлежит A. Ну и поэтому доказать, что T куб F является P space трудным. Так, вопросы. Если есть вопросы, пишите в чат. Если нет вопросов, то лекция сегодняшняя завершена. Домашнее задание даже уже выложено. Домашнее задание с небольшим сейчас пошло отставанием, но ничего, мы сейчас нагоним, не беспокойтесь. салом кубер салом кубер и салом кубер Продолжение следует...